Евангелие от Луки, глава восьмая. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа и всех городов жителей сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сел, иное упало при дороге, и было потоптано. И птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, опрочем, в притчах, так что они, видя не видят, и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали, не спаслись. А упавшее на камень — это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшее в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшее на добрую землю — это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Никто, зажегшись свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему матери и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему «Матери и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ «Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали. И сделалась тишина. Тогда он сказал им «Где вера ваша?». Они же в страхе и удивлении говорили друг другу «Кто же это, что и ветрам повелевает, и в воде, и повинуется ему». И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус просил его «Как тебе имя?». Он сказал «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая из держав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у не остановилась. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшая с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла, и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя! Иди с миром!» Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла! Не утруждай учителя!» Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся! Только веруй, и спасена будет!» Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анны и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, «Не плачьте! Она не умерла, но спит!» И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она точно встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Луки, 9 глава. «Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и вращевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четверовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к нему, двенадцать говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестное селение и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех сих людей?» Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятидесяти». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшиеся у них кусков набрано двенадцать коробов». В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Яна Крестителя, а Инея за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» отвечал Петр, «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем. Сказав, что сыну человеческому должно много пострадать, и быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дни через восемь, взяв Петра и Иоанна Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусов, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз, глаголющий, «Сей, сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова и сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою. И сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Пресемьян сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для царствия Божия». Евангелие от Луки, 10 глава. После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, «Приблизилось к вам царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вречащие пепли, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, «И отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час водрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что устоил сие от мудрых и разумных». И открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как считаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо». Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути он пришел в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, что помогла мне». Иисус сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Луки, 11 глава. Случилось, что, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст Духа Святого просящим у него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить. И народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет беса в силу Вильзевула князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вильзевула изгоняю бесов. Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями? Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившее тебя и сосы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Неневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда ощущаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим, вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники-фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Луки, 12 глава. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела и потом немогущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввернуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и сын человеческий исповедает пред ангелами божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами божьими. И всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на святого духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоге к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо святой дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он, рассуждая сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житнесы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в бога богатеет. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житнес. И бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженное рабытие, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженное рабытие. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который сейчас не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчи сию говоришь, или ко всем. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассещет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет. И бывает. Лицемеры. Лицо земли и небо распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье. А судья не отдал тебя истязателю. А истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последние полушки.